Здравствуйте! В этом видео пойдет речь об очень интересной теме, как бы сказать, правильном эволюции материи с накоплением энергии. То есть, мы немножко будем рассматривать все по-другому с точки зрения древней алхимии, знаний древних алхимиков и с точки зрения физики и химии. Еще видео можно перефразировать по-другому. Зачем золото нужно для анунаков? Ну, для начала я должен сказать дисклеймер. В этом видео никаких фактов, доводов, выводов я не публикую. Все в этом видео является моими личными фантазиями. Все, что совпадает с реальной жизнью, это случайные совпадения. Как говорится, если совы падают, то это совпадения. Если хотите знать официальную информацию, смотрите телевизор, и вы будете знать все, что происходит в телевизоре. Мы продолжаем, так сказать. Что такое свет? Свет – это энергия. Кванты света – это энергия. То есть, это волна с высокой частотой. К чему тут золото? И зачем золото нужно анунакам? Кто такие вообще анунаки? Вы можете посмотреть в интернете, очень много интересной информации. В данный момент мы рассмотрим такой вопрос, зачем наша цивилизация, наш мир накапливает золото. Точнее, не накапливает, а добывает. То есть, Китай – добыча золота 330 миллион тонн, Австралия – добыча 320 миллион тонн, Россия – добыча 320 миллион тонн вместе с австралийцами одинаково, Канада – добыча 220 миллион тонн, США – добыча 170 миллион тонн, Мексика – добыча 120 миллион тонн. Короче, этот список можно продолжать далеко-далеко-далеко. Но какой вывод-то отсюда мы можем сделать? А вывод очень простой. Если мы возьмем таблицу добычи золота по годам, возьмем все это счастье, усредненно сложим, то получится нехилая пирамидка из этого золота. Можно было бы машины из него делать, можно было бы из этого золота делать, да что угодно, ложки, ту не та, за ё-моё. И это золото уже бы обесценилось. То есть, таким количеством золота уже бы насытили рынок до того, что мы бы уже как те ацтеки бы из этого золота делали бы всё, что угодно. В принципе, удобно, неплохо. Почему? Ничего не ржавеет, машины бы не ржавели, унитазы бы красиво выглядели. Но вообще, зачем высоким цивилизациям, куда наше всё золото сдаётся, в этом, в принципе, может свидетельствовать инцидент, который был, по-моему, в 2010-м. Помните, для того, чтобы скрыть этот инцидент, в Америке придумали конфликт Моники Левинкс, и, по-моему, кто там, конечно, там был президент Буш, что ли. Ну, короче говоря, для того, чтобы отвлечь публику от основного, как говорится, от рук шелудилых, которые китайцам тогда, китайцы попросили вернуть из ФРС, Федеральной резервы США, ихнее золото. Ну, американцы прислали им пробнички 10 тонн. Китайцы были в шоке, потому что вместо золота пришли слитки вольфрама, покрыты золотой фольгой. Это был скандал серьёзный. Но что этот скандал показывает? Показывает скандал, что золото куда-то сливается. А куда оно сливается? Помните, в Библии было сказано, что всё золото, антихрист, все драгоценные камни, всё будет кидать и на веру своего Бога, божества, которого не знали отцы его. То есть, Бога крепостей. Крепостей знаний технологий. Ну, или, короче говоря, он будет его отдавать анунакам, чтобы они делали ему технологию. О каких технологиях идёт речь? То есть, нам понятно, микросхемки, шулупониту, вроде микропроцессоров и тому подобное нам дают они. Ну, это так, крохи из стола, которые сыпятся основного обеденного стола. А для чего же они сами, эти анунаки, используют это золото? Опять же, я не утверждаю. Я думаю, что здесь, если почитать труды Николаса Фламеля, немножко пораскинуть, ну, как не то, что пораскинуть, подумать, как это всё работало, то, в принципе, так, анунаки, для тех, кто не знал, это вот, они ещё с шумерской цивилизацией были известны, там они очень явно правили, очень. То есть, в переводе типа, означает «семя князя». В шумерской аккадской мифологии одна из двух, наряду с игигами, групп родственных божеств. Короче говоря, они управляли людьми и, ну, рептилии, короче, смесь ДНК людей и рептилий. На земле у них цари-наместники, это были помесь рептилий и людей. Короче, фильм «Визитёры», как говорится, смотрите внимательно. Дальше, что такое золото? И зачем Анунаки так сильно падкие на золото? Как бы сказать, золото, откроем википедию, золото, свинец, к чему это? То есть, не напоминает вам, как, помните, была нефть открыта, и все тут же сразу же кидались на эту нефть. Или, как сейчас, как только открыли в Боливии месторождение лития, так сразу же кровавому диктаторскому режиму пингвинов в Боливии пришел конец. У них проблемы с диктатурой наступили, резко перевороты, начали пользоваться спросом в Боливии. Ну, короче говоря, литий не подешевеет, пока там демократию не наведут. Как говорится, демократия это власть американского народа над всем миром. А Анунаки это, то есть, у Анунаков своя власть над американским народом и другим. Ну, тут, короче, пирамида власти своя. Но мы не будем на эту тему рассуждать. Это все ерунда. Самое важное это технология. А технология тут идея технологии немножко более серьезная и более даже веселая, чем атомное топливо. Самое, что интересно, как вам сказать, в процессе производства у вас отходы от этой технологии при помощи золота это свинец. А у наших же технологий, то есть, я аналогию провожу, смотрите, обыкновенные наши технологии нашего мира. «Ана из крупнейших атомных электростанций России находится рядом с городом Балакова. В ее составе четыре энергоблока, каждый из которых обладает мощностью в тысячу мегаватт. В едином корпусе энергоблока, работающем по двухконтурной схеме, расположены реакторное и турбинное отделения. Реакторное отделение состоит из герметичной оболочки и обстройки, окружающей ее со всех сторон. Бесперебойное питание каждого энергоблока обеспечивают три резервные дизельные электростанции. Во время работы блока давление внутри гермообъема ниже атмосферного, чтобы радиоактивные вещества при утечке оставались внутри. Поэтому попасть туда можно лишь через шлюз компенсации давления, за которым расположен центральный зал. Под его полом находится сердце электростанции, ядерный реактор. Однако уровень излучения в зале, благодаря биологической защите, не превышает безопасной для человека нормы. Топливо для реактора поступает на станцию в виде тепловыделяющих сборок. Их загружают в реактор специальной машиной. Отработанное топливо хранят в бассейне рядом с реактором около трех лет. Из-за образования продуктов деления сборки сильно разогреваются, а вода вокруг светится. Первый контур составляют реактор и четыре герметичные петли охлаждения, по которым главные циркуляционные насосы прокачивают теплоноситель, воду, смешанную сборной кислотой. Водоводяной реактор ВВР-1000, работающий на тепловых нейтронах, использует в качестве топлива таблетки из диоксида урана 238, частично на 5%, обогащенного ураном 235. Они упакованы в тепловыделяющие элементы, герметичные трубки, которые в составе шестигранных сборок погружены в активную зону реактора. За счет взаимодействия ядер урана 235 с нейтронами, замедленными проходящей через активную зону водой, возникает цепная реакция, в ходе которой выделяется большое количество тепла. В активной зоне вода разогревается до 320 градусов. Чтобы она не закипела, в контуре поддерживается большое давление. Далее вода идет в парогенераторы, где распределяется по тонким трубкам и, охладившись, уходит на новый круг. Теплообменные трубки погружены в питательную воду второго контура, которая, в отличие от воды первого контура, не радиоактивна. Нагреваясь, она превращается в пар. Пар через паропроводы подается на турбину, которая приводит во вращение электрогенератор. Оборудование второго контура в машинном зале расположено открыто, так как он не радиоактивен. Произведенный генератором ток приходит на блочный трансформатор, который увеличивает его напряжение и направляет на распределительное устройство, а затем в энергосистему. Каждый энергоблок потребляет около 4% своей мощности. Блок, запускаемый после ремонта, питают от соседних. Сначала с помощью гидравлических испытаний системы первого и второго контура проверяют на прочность. Для повышения давления в первом контуре включают два главных циркуляционных насоса. Вода, проходя по трубам, за счет трения начинает греться и расширяться. Чтобы она не начала кипеть, в компенсатор давления одновременно закачивают азот. Затем с помощью специальной системы в контур добавляют еще немного воды, повышая давление до значений заведомо превышающих рабочие. Системы второго контура прогревают с помощью пара, взятого у соседних энергоблоков. С помощью валоповоротных устройств турбину медленно вращают, чтобы лопатки ротора равномерно нагрелись. Если течи не обнаружено, давление в контурах сбрасывают и переходят к следующему этапу проверки технологических защит и блокировок. Если замечаний нет, температуру и давление в первом контуре начинают приводить к рабочим значениям. При этом запускают все главные циркуляционные насосы, а в компенсаторе давления включаются электронагреватели. После того, как вода начинает кипеть, азотная подушка замещается паровой. Одновременно с этим включаются насосы, предназначенные для подачи питательной воды из деаэратора в парогенераторы, если ее уровень упадет. Для предотвращения разрыва корпуса парогенератора от разницы температур между водой первого и второго контура питательная вода проходит через систему регенеративных подогревателей. По окончании всех проверок реактор начинают выводить на минимальную мощность. Сначала поднимают поглощающие стержни. После их вывода из активной зоны начинают водообмен. Барированную воду в первом контуре замещают дистиллятом до тех пор, пока не достигается минимально контролируемый уровень мощности реактора. Все системы второго контура к этому моменту уже запущены. Затем начинается этап подъема мощности реакторной установки. Продолжая уменьшать концентрацию бора в теплоносителе, увеличивают интенсивность реакции в активной зоне. При этом отводимой от первого контура теплоты уже достаточно для выработки собственного пара в парогенераторах. После открытия стопорно-регулирующих клапанов пар поступает на прогретую турбину, которая под тщательным контролем специалистов начинает набирать обороты до требуемых значений. Дальнейший водообмен в первом контуре увеличивает нейтронную мощность реактора. Проводится синхронизация генератора и его подключение к энергосети, и электричество отправляется на распределительные устройства и в единую энергосистему. Балаковская АЭС самая мощная среди атомных станций России. При этом за все время ее работы радиационный фон всегда соответствовал природным значениям. Вот уже много лет на Балаковской АЭС Короче, красота даже аж залюбовался. Но смысл в чем? Почему я это все показал? Сложность атомных технологий в том, что вы используете 235-й, но в данном случае Балаковка с КАЭС тут намек на то, что там вообще используется 238-й уран. А он во всем мире не применяется. То есть он применяется только в России, так как это вторичный продукт при обогащении урана. То есть по сути дела Россия делает хитрый трюк. Основной продукт, которого очень много, побочный, который производится при обогащении урана, она оставляет себе гексавторит урана 238-й. А тот, кого очень мало, это 235-й уран, на котором работают все западные иностранные атомные электростанции, она его отсылает на экспорт. Следовательно, как говорится, им хорошо и нам приятно. Но смысл тут в другом. смотрите, атомные электростанции, они работают на уране, урану. Там даже есть плутоний дальше, более активный, америции и все остальное. Но на изотопе урана 235-й, 238-й для быстрых реакторов на быстрых нейтронах. Но там просто нейтроны разогнаны до более быстрой скорости. Но вы обратили внимание, сколько контуров, то есть два контура в реакторах, сколько технологий там применяется, то есть сначала уран нагревается, распад ядер идет, деление точнее ядер, потом идет нагрев первого теплоносителя, нагрев второго теплоносителя, превращение второго теплоносителя в пар, потом вращение турбины, потом идет энергия сама. Очень тяжелое, если ничего не упустил так. О чем я говорил, зачем золото то анунаком? Так, плюмбум, аргентум. Видите, рядом плюмбум, аргентум, нет, платина, аргентум, так, что-то они тут, что-то они тут намутили. Где у нас там-то, 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 классическую табличку. Потому что где-то там. табличку табличка. Табличка. Давай, открывайся. Вот как только соберешься с мыслями, сразу тебе, ну, табличка. вот, они как-будто перепутаны, то есть, плюмбум, они, он сразу же идет до золота. Так. Где обычная классическая таблица Менделеева? Вещество и энергия. Так. Понятно. Это все интересно, но где-то не то. вещество. Вещество Так, аурум, ртуть, так, люмбум, свинец. Однако, ну, в общем, короче говоря, у нас есть золото и свинец. Свинец самый распространённый элемент. И золото. Золото тяжелее свинца, и тяжелее золото это платина. То есть, три интересных металла. С точки зрения алхимии, вот эта вся табличка Менделеева, она располагается в класс гармоник. То есть, так сказать, каждый, объясню немножко более по-другому. Каждый элемент является, имеет свою резонансную частоту. И является, как бы сказать, ступенькой в накоплении материи, энергии. То есть, шаг за шагом, ступенька за ступенькой, материя идёт вперёд и превращается дальше в более такие тяжёлые и энергоёмкие атомы. То есть, если взять первые элементы, первую таблицу Менделеева, у которой был ещё эфира, то из первого, второго и так далее, то есть водород, гелий и тому подобное, эти все атомы идут вперёд по своей периодической зависимости от атомарной массы. Но классическая химия, из неё изъяты кое-какие знания. Ну, наверное, аннунаки вряд ли позволят низшим расам, вроде как наши, иметь знания о том, что... Ну, то есть, они как бы у нас есть, но на этом основаны атомные технологии. То есть, изотопы, изотопии. То есть, каждый ещё элемент каждого имеет изотопы. То есть, водород есть протий, дейтерий и тритий. То есть, три состояния изотопа. То есть, это центральный, ну, то есть, переходы идут в более твёрдый, а потом дальше уже идёт и гелий. То есть, изотопы потихоньку переходят. То есть, это такие волновые стадии атомов. Так, все атомы имеют свою резонансную частоту. То есть, каждый из этих атомов имеет свою резонансную частоту. Так, надеюсь, теперь, надеюсь, не слишком нудно, потому что для широкого круга аудитории это всё, конечно, нудновато. Все атомы имеют свою резонансную частоту. И это резонансная частота, кратная частоте водорода. То есть, можете зайти на сайт Новосибирского института и почитать про резонансные частоты атомов водорода. Таблица резонансных частот. То есть, настоящая атомная физика, она имеет немножко большее познание в атомных массах и резонансных частот. Но самое интересное, что высшие гармоники, то есть, каждые атомы являются продуктами гармоник частот. То есть, гармоника диапазон гармоник второй октавы, диапазон первой октавы, диапазон гармоник малой октавы. Короче, вот как-то это так. Надеюсь, я вам правильно это всё объясняю. Доходчиво, надеюсь, конечно. То есть, вы поняли, надеюсь, ход мысли. То есть, для чего нужно Анунакам, Атлантам и так далее. Мы вообще использовали эту технологию сначала Атланты. Зачем им это золото-то нужно? То есть, золото это продукт ближайшего ряда накопления энергии. От свинца. То есть, вам нужно дообогатить свинец энергией и электронами, чтобы сделать, так сказать, золото. То есть, плюмбум, он у нас что имеет? 207 атомную массу. Там-то-там-то-там. Да, электроны у нас 4, 18, 32, 18, 8, 2. Золото 1, 18, 32, 18, 8, 2. Что у нас происходит? Мне кажется, таблицы, короче, я не нашел ту табличку. Но смысл в том, что, когда вы светите волной света высокой частоты на атомы свинца, вы, короче говоря, эти атомы заряжаете до состояния, что это золото. То есть, от какого-то изотопа золота. Точнее, нет. Формула немножко другая. Из свинца это каталитический процесс будет обратный. Да. Давно я просто эти книги читал. Из свинца идет в обратную сторону. То есть, это распад до состояния золота. А для того, чтобы сделать золото в прямом накоплении энергии, то есть, плюс, то есть, это надо взять ближайший ряд, это платину, и дозарядить ее. Или иридии до платина, а платина до золота. То есть, идея понятна, да? То есть, это такая себе некоторая, некая литиевая батарейка, которая будет вам излучать нужную энергию потом. Как заставить эти атомы эту энергию отдать? То есть, получается, смотрите, мы со всего мира золото собираем, 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 собираем. Анунаки его накапливают, накапливают, накапливают. То есть, у них есть эти все технологии, они его накапливают. Для чего они их накапливают? То есть, из истории разных анунаки живут очень высокотехнологически развитая цивилизация. Они не хотят, чтобы у них были вот такие вот сложные аппараты вроде атомных реакторов. Это технологии более низкого уровня. Им более нравятся технологии более высшего уровня. То есть, вам не нужны ни переходы, ни переходные процессы. Вы просто создаете определенный луч условий резонансных. То есть, влияете определенной частотой резонансной на золото. В итоге получается, что золото начинает отдавать энергию. Дальше тут как ваша фантазия. Вы можете золото превратить в нанопорошок, повлиять на него резонансной частотой, разбавить даже с водой. Получится тот же самый реактор, как с плутонием. В итоге в процессе термоядерного, обратного атомического процесса, отдачи энергии, у вас получится платина внутри того реактора. То есть, вместо вот этих вот плутоний, растворенных в воде, вы можете применять золото. Но только зная его резонансную частоту, воздействуя прямиком на атомную структуру, вы можете откатить процесс до платины состояния, но получить плюс в энергии. Надеюсь, это понятно. То есть, у этой технологии большой плюс в том, что вы не используете уран и плутоний. А анунаки, то есть, все существа, которые имеют высшую генную структуру, то есть, третьи лепестки винта спирали ДНК. Также на моем канале есть видео про операционную систему для ДНК. То есть, они имеют свою операционную систему, которую могут встраивать и менять свою ДНК. Ну, короче, это интересная тема, но для существ, которые имеют такую операционную систему, вот такие вот радиоактивные лантаноиды, актиноиды, вещества являются смертельными. То есть, отравление воздуха этими веществами вызовет тому, что в этой колонии они не будут жить, а будут, допустим, править вашим миром при помощи наместников, хитро сделанных, которые будут чередовать войны с болезнями, войны с болезнями, чтобы цивилизация потихоньку была на определенном, популяция на определенном количестве и, так сказать, добывала то, что им надо. Обратно золото из платины превращается путем, естественно, до обогащения световой волны. Такое происходило в гигантских деревьях, кремниевых. То есть, гигантские кремниевые деревья, если вы возьмете... Кремниевые деревья, они... Есть по всему миру останки от них, только люди думают, что это все... Что это все просто какие-то столовые горы. Нет, это остатки вот этих древних суперогромных деревьев, которые были на земле. Но, да и вообще, раньше жизнь на земле была... Солнце не простая, а на основе кремния. Для чего такое надо было? Ну, почему такое было? Ну, в первых, когда над вами нету лишнего купола, то получается, что вы... Температура у вас намного выше солнца, светит 10 раз ярче, поэтому основанием для жизни является не углерод, а кремний. То есть, диоксид кремния тогда уже при таких температурах более активен. Ну, в данном случае это песок, но основание жизни там кремний. У нас же диоксид углерода это газ. Смысл какой? Эти гигантские деревья... Почему эти анунаки при прошлой колонизации спилили эти деревья? Эти деревья в процессе своей жизни имели кремниевые лепестки, листья, которые накапливали энергию. Эта энергия, ну, наподобие солнечных панелей, которые у нас есть, они тоже сделаны из кремния. Вот совпадение, да? И получается, что вся эта энергия, которая образовывалась внутри этих деревьев, я не знаю, искусственные они, настоящие, являются ли это высшими технологиями наших предков, тех же атлантов, которые жили еще на этой земле до нас. Мне вообще кажется, что современный человек это гибрид бульдога с носорогом, созданный для выработки ресурсов на землях. Ну, мы, естественно, точно не они, потому что эти ребята, которые жили тогда, которые потом вдруг окаменели, превратили в статуи, это у меня в других видео, эти ребята, ну, имели тела на основе кремния, кремниевых соединений. Ничего, конечно, в этом такого странного нету, у каждого дома на кухне есть кремниевые силиконовые лопатки, для того, чтобы переворачивать или мешать еду на тефлоновых сковородках, то вот эти силиконовые лопатки сделаны из мягкого силикона, а это силикон, это же кремний. Соединение кремния. То есть, кремниевые деревья, они обязательно были каменные, они были мягкие, эластичные, возможно, даже очень подвижные, крепкие структуры имели. Но смысл в том, что они, почему золото в природе завалегает в виде жил, то есть, жил и золота. Да и вообще все в нашей природе, в нашем мире залегает, укладывается, располагается, залежи видны в виде жил. То есть, вы можете это посмотреть, обратить внимание на добычу. То есть, это прожилки этих деревьев. Это как бы жир этих деревьев. Они так накапливали энергию. То есть, золото, это у этих деревьев было что-то вроде как сопутствующий атрибут. Естественно, когда вся остальная древесина окаменела, золота в тех или иных процессах, в пропорциях осталось внутри этих каменных деревьев. То есть, мы в данный момент занимаемся сейчас доеданием, до кушеванием того мира, который был до вторжения этих анунаков, которые правили на земле. Пока они могли спокойненько спилить, основные сливки собрали, а потом оставили остатки цивилизации на этой земле. Для того, чтобы добрать остатки. То есть, добыть золото из корней этих деревьев, из стволов шахт. Ну, короче говоря, вот так вот. Уран, это то же самое, что и вот эти вот золото, которое было в стволах и корнях этих деревьев. Но уран, это больший затоп, то есть, дальше, то есть, по сути дела, деревья под 100 километров, когда они вырастали, они получали, посчитайте себе, какой колоссальный потенциал энергии проходил между них. То есть, это дерево на той высоте, что в каком-то из видео я показывал, что естественный конвейер энергии в природе, испарение и конденсация воды, помните про технологию Шаулбергера, они создают колоссальнейший заряд в ионосфере и циркуляции. И этот колоссальнейший заряд может питать всю нашу цивилизацию. Этим колоссальнейшим зарядом питались эти деревья. Почему любые деревья растут вверх? Они не для того, чтобы свои листья вверх расположить. Они могли, все деревья, спокойно виться по земле. Но смысл расти им вверх, это для того, чтобы, короче говоря, питаться электричеством. Проще сказать. И побочным процессом, продуктом такого питания, электроэнергии, вот этих гигантских деревьев, естественно, было... Было, 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 было... Так, где оно тут? Было превращение элементов по таблице Менделеева, по атомарному ряду дальше. И, естественно, более глубже в корнях, почему уран добывают глубоко. Более глубоко располагались корни, которые, как бы сказать, ну там, самые тяжелые. Золото чуть выше. Короче, вот как-то так. Ну, естественно, где оно тут? Так, там-та-там... Там-та-там... Анунаки использовали и используют золото для того, чтобы в своих установках, у них, естественно, они немножко другие, не как атомные электростанции у нас, а в своих установках они получают энергию. То есть это обратный процесс, который накопили энергетически вот эти деревья от Савара и до того, как был образован купол на земле, то... они делают обратный процесс. Короче говоря, каталитический процесс используют. А дальше все цивилизации, которые у нас сейчас существуют, они занимаются тем, что просто добывают для более высоких цивилизаций вот эти вот ископаемые продукты, так сказать, жизни этих деревьев. Я не знаю, удастся ли людям посадить снова эти кремевые деревья, будут ли они заново расти, но сама фишка о том, что они были, это факт. пока что мы сейчас нашими технологиями доедаем уран. Короче, нам они оставили технологии, которые для них опасны. То есть они не любят радиацию. Как говорил академик Горяев, что все рептилоиды не любят радиацию. У них присутствует в тканях третий винт спирали ДНК и это приводит к тому, что если радиация, она излучает волн, то на высоких частотах, то в итоге получается, что она ударяет по ихним этим спиралям и в итоге у них появляются раны и это вредит ихний ДНК. Так, надеюсь, в принципе, понятно. То есть для того, чтобы эти процессы двигались туда и обратно, нужно, короче говоря, влиять энергией. то есть свет всему является движение свет. Ну и также самое основное, конечно, двигатель в нашем мире энергии, электричества это водный гидроконвейер. То есть вода испаряясь, движется в атмосфере, циркулирует, создает самую плотнейшую так сказать разницу потенциалов. То есть если бы у вас были бы вышки в 100 километров, вы могли бы на верху этой вышки большой электрод расположить, собирать заряды и заземлить их хорошо с землей, то у вас была бы такая мощность заряда, что вам бы хватило бы для освещения многих городов. Но так как таких вышек мы не можем построить, такие вышки уже спилили 100 километровые, то доедаем то, что как говорится осталось от того мира. Ладно, надеюсь не сильно запутано. Всего хорошего, ставьте лайки, подписывайтесь, до скорых встреч.